Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер всем, кто присоединяется в эти минуты к нам на канале «Россия». В эти дни мы с вами чествуем наших дорогих учителей, педагогов. И, пожалуй, День Учителя в этом году особенность символичен, потому что президент России объявил год 2023 годом педагога и наставника. По традиции этот день отмечается широко в школах, во всех образовательных учреждениях. И, как правило, поздравляют учителей предметников, учителей начальной школы. На сегодня наши гости – это люди, которые имеют отношение больше к дополнительному образованию. Я с удовольствием вас с ними сейчас познакомлю. Это Лина Валерьевна Бастанова, преподаватель творческого объединения «Юный архитектор» станции юных техников в городе Черкесске. Добрый вечер. Здравствуйте. И ваша очаровательная ученица Дарина Лайпанова. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Девушки, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Если позволишь, я от всей души поздравлю твоего преподавателя с праздником профессиональным. От души хочу пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов, новых талантливых учеников и, конечно, терпения, чтобы творить дальше, творить, учить прекрасному, тому прекрасному, о котором, я думаю, вы нам сегодня расскажете. Лина Валерьевна, с 2016 года вы преподаете детям. Вообще объединение, я являюсь руководителем объединения «Юный архитектор», но с детьми мы занимаемся изготовлением макетов, зданий, сооружений. Готовимся к конкурсам, принимаем в них активное участие. В принципе, мы всегда рады новым ученикам, ждем их. Помимо того, что мы изучаем архитектуру и делаем макеты руками, мы еще изучаем специальные графические редакторы, в которых тоже мы можем создавать какие-то творческие проекты. В целом, так как это, как вы уже сами сказали, дополнительное образование, а не какой-то такой предмет, как в школе, у нас все-таки поле для нашей фантазии, оно широкое. И мы можем спокойно все наши идеи, как сказать, наверное, с помощью знаний архитектуры, с помощью, конечно, графических редакторов, как-то обуздать нашу немного фантазию и выдать все это вот в готовый проект. Сколько детей посещает ваше объединение? Достаточно. Ну, вот знаете, как сказать, группа не такая, как в классе, то есть по 12 человек в группе и 4 группы. Они создаются по... то есть создаются расписания по потребностям детей. Кто-то ходит в школу в первую смену и посещает нас во вторую, кто ходит в школе во вторую смену, посещает кружок в первую смену объединения. В первую смену у меня две группы, и после обеда тоже две группы. В общей сложности детей? В общей сложности 48 детей. 48. Немало, да. Детей немало. У каждого ребенка свой творческий потенциал, свое видение, свои способности. Все они приходят, как вы понимаете, без навыка. То есть кто-то, кто уже давно увлекался и, возможно, приметил себе какую-то будущую специальность, они, может быть, что-то дома делали или параллельно где-то еще что-то посещали, или, допустим, даже художественную школу. У них, конечно, другой потенциал. А приходят детки, которые только-только вообще знакомятся с миром, можно сказать, потому что они там в начальной школе или только в четвертом классе они. Такие маленькие тоже приходят. Да, такие маленькие тоже приходят. И я вот хочу сказать, что когда я только начинала свой педагогический путь, я всего очень боялась, наверное, как и любой начинающий педагог. И строго системе следовало. Допустим, мне было сказано, что по стандарту или определенным ФГОСам должно быть такое-то количество детей такой-то возрастной категории. Потом, когда уже начались какие-то конкурсы или городские мероприятия, мы, кстати, очень часто принимаем участие, даже вот мероприятия, посвященные Дню города, Дню республики, мы неоднократно выставлялись на Зеленом острове с нашими проектами, не только конкретно моего объединения, вообще, в принципе, с другими работами, которые ребята делают, которые учатся на станции юных техников. И, соответственно, люди о нас узнавали. И, как говорится, спрос рождает предложение. Родители стали приходить и говорить, ну вот мы в четвертом классе, ну пожалуйста, ну возьмите, мы еще не в пятом, но вот он такой способный, он дома так рисует, он так хорошо работает. Ну и, соответственно, я же говорю, я как-то стала немножечко-немножечко свое, так сказать, внедрять и просить, что можно, и вот я возьму четвертый класс, потому что дети просят. И поэтому, соответственно, у меня получилось, что у меня в группе может сидеть ученик там восьмого класса, образно там пятого и, ну четвертого, наверное, с восьмиклассником редко бывает. Ну то есть контингент детей по возрастной конкретной категории, он разный. А вот работать сложно, вот имея такой разный возрастной категории? Конечно, не то, что даже сложно, имеется в виду свои особенности. То есть ребенок, который приходит в седьмом классе, он все равно, у него знания математики, геометрии уже есть. Ребенок, который в четвертом классе, он, естественно, карандаш только в руке держит. И у нас просто получается так, что у меня у каждого свой какой-то на его возрастную категорию проект или свое какое-то определенное индивидуальное задание. И поэтому этим и хорошо, что, конечно, у меня не 30 человек в классе, как в общеобразовательной школе. Я могу, в принципе, больше времени уделить каждому ребенку за счет того, что их всего 12 человек в группе. Но когда разом, там 10, ну не все, допустим, если ходят, кто-то приболел или еще что-то, да, вот 10 человек в группе даже, будем говорить, сидит, и они все с канцелярскими ножами, конечно, да, это немножечко настораживает. И мы пытаемся рассаживать их за парты так, чтобы, допустим, сидел восьмиклассник там с пятиклассником рядом, чтобы он где-то подсказал, если он уже в силу возраста как бы больше понимает, и если он уже ходит чуть дольше. Иногда, конечно, группы выстраиваются таким образом, подбираться, чтобы первый год обучения была отдельно группа, и второй год обучения деток была отдельно. Но вот Дарина не даст соврать, что был такой случай, ну как бы, когда в одной группе, в которой она училась, что были и те, кто первый год только учится, и второй. Мне как педагогу было легче, потому что я тоже немного рассчитывала на этих детей в плане того, что они где-то присмотрят, если я помогаю одному, а второму ребенку кажется, что он уже профессионал, и он может ножом все резать, да, и такие-всякие казы. Ну, конечно, никаких там не было у нас казусов, слава богу, за все время, пока я работаю. Часто дети с вами делятся своими мечтами, не скажу фантазами, мечтами. Вот я хочу построить дом, и сама ли сама дизайн к этому дому, к этому участку, к своей жизни, собственно говоря, все это придумать? Да, вы знаете, я люблю вот этот, так сказать, золотой возраст, это когда приходят детки там от четвертого до шестого класса, вот пятый класс особенно я люблю, четвертый даже, они такие еще дети непосредственные, и они абсолютно зажигают всех вокруг, и меня, и всех. Вот он у нас был в группе мальчик, Тикеев и Мир, он очень такой общительный, открытый, вот Дарина его тоже знает, и он всегда делился, вот, то есть я так была удивлена, он пришел ко мне, когда он был в пятом классе, сейчас он в седьмом классе, и он настолько в своем возрасте знает, чего он хочет, что он хочет, что он будет архитектором, и ему это нужно, он это не придумал, это не безделушки, как он говорит, и он целенаправленно идет к своей цели, он параллельно совмещает это с художественной школой, то есть ребенок поставил себе цель, и он идет к этой цели, я так поняла, он всегда на уроках такой, знаете, озорной ребенок, такой вот он всех заражает, начинает рассказывать, он очень такой начитанный, интересный такой мальчик, параллельно, пока он, допустим, занимается, там что-нибудь режет ножом или склеивает, делает, он начинает рассказывать о том, параллельно еще, да, что там нельзя пить колу детям, потому что это вредит там такому-то органу, такому-то, и мы так все сидим, и у нас, то есть я обычно, да, вот уроки не как в школе, у меня там тишина, вот, я не знаю, любой педагог, там ученики не дадутся врать, иногда даже чтобы вот когда я вижу, что они уже вникли в процесс, я могу так тихо-тихо включить какую-нибудь музыку им, чтобы она фоном у них играла, то есть чтобы они полностью расслабились, чтобы они не в школе, а они там, где творчеством они могут заниматься и самореализовываться, то есть все, что они хотят, они могут это выдать, там, сначала в виде эскиза, потом в виде проекта поделиться идеей, и мы ее доработаем, поэтому я это поддерживаю, и когда ребенок находится в расслабленном состоянии, он всегда более благосклонен, и он может что-то тебе сказать, о чем ты даже не думаешь, ну, может быть, это у него в его сердце было, и вот такие детки есть, которые сразу делятся чем-то таким прям сокровенным, вроде казалось бы, какой-нибудь мечтой, вот я буду архитектором, я хочу вот так вот работать, вот там-то, мне для этого нужно вот это, вот это, то есть есть такие, которые вот, а бывают как бы дети, которые ищут себя, возможно, они расстраиваются, если у них сразу что-то не получается, такие тоже надо дать должное, не обмануть, так сказать, такие тоже есть. А вот Дарина, как она к вам пришла? По собственному желанию мама за руку привела? Или как, вот три года занимаешься уже, Улина Валерьевна? Мама когда-то во мне увидела мой живой интерес, увидела к архитектуре, и начала искать в городе, есть ли у нас кружок, связанный с дизайнером. А в чем она увидела? Что ты такое мастерила или рисовала, что мама углядела этот талант такой вот нераскрытый в тебе? Мы с семьей любили на выходных вместе собираться и две программы смотреть, это «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ». Мне так нравилось, как дома людей перебражались, как их эмоции, вот как они радовались всему. И я прям загоралась каждый раз. Мама после этого увидела, начала в городе искать и кружки, связанные с дизайнерством или архитектурой, и по счастливому случаю получилось найти на станции юных техников, «Объединение юный архитектор». Мама меня туда записала. Ты с удовольствием пришла? Да, поначалу я, конечно, волновалась, но после того, как вникла в суть, начала. Увидела, наверное, первый результат, первый проект. Это твой первый проект? Нет, нет, это не первый. Ага. Ну, расскажите, пожалуйста, с чем вы сегодня к нам пришли? Ну, если можно я вступительное слово, у нас каждый год проходят городские конкурсы. И в прошлом учебном году, в конце учебного года, уже вот в апреле, у нас проводится конкурс «Городской юный архитектор», где принимают участие не только учреждения дополнительного образования, а также и ученики общеобразовательных школ. Все приходят со своими проектами, защищают их, и уже судейская коллегия распределяет места. Значит, Дарина участвовала за все три года всегда в этих конкурсах. Помимо конкурсов городских, она участвовала в конкурсах республиканских и в заочных всероссийских конкурсах также принимала участие. Вот. И в прошлом году у нас была тема «Жилища моего народа». Опять же, пользуясь, так сказать, случаем и своим, наверное, как сказать, своим положением педагогическим, я выбрала эту тему не случайно. Я подумала, что, во-первых, наша республика многонациональная, плюс у меня в объединении может быть абсолютно разной национальности дети и дети-метисы. И когда вот, опять же, за очередным каким-то, на очередном занятии, когда я слышала их дискуссию, о чем они могут там говорить, и мне пришла такая идея, что было бы хорошо, если бы они занимались, во-первых, чем-то, что будет полезно, во-вторых, это углубит в их историю, историю их рода, в историю их родословной. И, соответственно, это сблизит и со своей семьей, потому что, когда ты готовишь проект, который посвящен твоему народу, ты так или иначе обращаешься там к своему педагогу родного языка или, может быть, к своим родителям, бабушкам, дедушкам. И я подумала, вот это все в одно объединить, было бы классно, чтобы что-то такое создать. Вот мы выбрали тему «Жилища моего народа», то есть тема была такая, и ребята защищали свои проекты. И, что удивительно, многие родители, я не ожидала, включились в процесс, это было так приятно, потому что оказалось, что все равно, да, вот, то есть, как я уже сказала, что у меня четыре группы, из четырех групп в любом случае одной национальности было несколько детей, которые участвовали в конкурсе. И, соответственно, у каждого свое видение. А воплотить нужно, опять же, вот, еще в архитектуре и вообще, в принципе, в нашем объединении такая тонкость, если мы создаем проект, который просто проект творческий, основан на твоей фантазии, это одно, а когда ты делаешь модель-копию, ты должен сделать точно то, как было раньше. И, естественно, «Жилища моего народа» относилось к такой тематике, где можно что-то добавить, но это если будет уже такой стилизованный проект. Но у нас мы старались все, конечно, максимально повторить такие жилища, которые были раньше, в которых жили народы, населяющие нашу республику. И вот Дарина сделала макет «Жилища карачаевского народа». И это был очень долгий, кропотливый процесс. Я думаю, что с января месяца мы начали, и в апреле был конкурс. О, четыре месяца, это круто. Да, это такое. А можно спросить, как работа твоя, с чего начиналась, как продвигалась, кто помогал тебе? Ну, началось все с разработки эскиза. С Линой Валерьевной, с ее поддержкой я смогла топить эскиз до его финального вида. Дальше мы начали подбирать материалы, что из чего будет сделано, и приступили к созданию макета. Это везде для начала надо сделать подмакетник. Мы искали материалы дома. У меня лист ПВХ был, ДВП, точнее. Это первый слой. Вторым слоем идет пеноплекс. Дальше мы... Смесь такая была, гипс и краска. Мы замешали все, нанесли первым слоем, все просохло и дальше начали... Чтобы третировать землю, поселок, да, камни. После этого мы приступили к самому дому, забору, деревьям. Дом я постаралась повторить как настоящее карачаевское жилище, то есть из цельных брусьев. Ух ты! Я постаралась соблюсти также и наличие навеса, который у карачаевцев джатма называется. Под этим навесом дровница была, иногда старики сидели, и древесина сушилась. Вникла, в общем, в историю. Даже, наверное, подключала педагога по родному языку. Подключала? Ну, пару вопросов задавала. А бабушка дедушка подключала? У дедушки я истории спрашивала, он мне рассказывал. Помимо этого... Я, насколько знаю, что мама там, по-моему, нашла какую-то книгу старинную на Авито, пришлось ее выкупить. Ну, как бы не то, что пришлось. Они потом радовались, что вот благодаря этому заданию они приобрели такую классную книгу. Книга в хорошем качестве, и там все очень подробно и... Про быт, про жизнь. Может, пригодится еще, правда? Ну да, и там же были картинки, ссылаясь на которые, у нас были уже какие-то такие референции, на которые мы ссылались и уже воплощали в реальность. Дарина вообще такой ученик, который, наверное, можно пожелать любому педагогу. Она, во-первых, за любую идею. Я таких учеников очень люблю. Во-вторых, она сама идейная. И даже если, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. И когда это такое творческое комьюнити, ты уже думаешь, о, мы тут и горы свернем. Можно и то сделать, и это сделать. В общем, мы так хорошо сработались. Я что-то подскажу, она что-то сама. Давайте мы так. А можно мы воду, вот еще и реку сделаем? Ну, давайте. И как-то вот все это вылилось вот в такое. Деревья тоже. Ну, такой вот прагматичный, что ли, вопрос. Дарин, ты хочешь быть дизайнером для своего дома, для дома своей мечты, для дома, ну, не знаю, твоей будущей семьи? Конечно, хочу. А каким тебе этот дом видится? Ну, в первую очередь большой, во вторую стилистика современная, чтобы все уютно было. с применением современных технологий. То есть вот больших дворцов, как у нас принято сейчас строить, трехэтажных, а потом люди сидят, думают, как же ЖКХ заплатить за газ и освет за воду. То есть все будет... Да. Чтобы всем всего хватало, да? Чтобы у всех было свое пространство, как любят говорить, личное. Да. И чтобы было уютно и тепло, чтобы захотелось заходить к тебе, гостям, в твой дом. Ну, я тебе от души желаю, чтобы все это случилось, чтобы обязательно вот ты эту мечту свою в жизни со временем воплотила. Дополнительное образование, я не могу сказать, что не говорят. Говорят, но это такой большой пласт на самом деле, который часто остается незаметным. Это огромный, кропотливый труд, во-первых, педагогов. Во-вторых, это настолько уникальные люди, которые, я даже не о себе, о педагогах, с которыми я работаю, которые, в принципе, всю свою жизнь, можно сказать, положили на это. И они создают такие шедевры, которыми, ну, просто, я не знаю, можно любоваться. И хочется, чтобы о нас знали, о педагогах дополнительного образования, вообще о дополнительном образовании, чтобы творчество приносило удовольствие. А своим коллегам, вообще, всем учителям, я хочу пожелать, конечно, здоровья, вообще, достатка всего-всего, что можно пожелать, вот от всего сердца. Так как я сама педагог, я вот даже не знаю, что бы такого сказать, чтобы искренне и достучаться до каждого сердечка, так сказать, педагога. Пусть их глаза всегда горят, горят к новому, к творчеству, к их работе, чтобы ученики их радовали. И была семья, любовь, все, что они сами себе пожелают. Ой, каким же классным было знакомство сегодня с вами. Я просто очарована. И педагогам, и ученицам. Спасибо вам большое. Я тоже еще раз от души хочу поздравить вас с праздником профессиональным. Пусть у вас будет столько учеников, сколько вы сами хотите, чтобы каждый из них оставил в вашем сердце, в вашей душе свой след. И чтобы у вас всегда был повод ими гордиться. Спасибо вам большое. Не бросайте это дело, это замечательно. Я думаю, что сотни учителей и сотни родителей будут вам благодарны за ваш труд, за вашу работу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо, что вы нас увидели. Вы сделали наш вечер сегодня по-настоящему замечательным и добрым. Спасибо. Спасибо. Друзья, я хочу напомнить вам, что сегодня гостями нашей студии были педагог дополнительного образования Алина Валерьевна Бастанова и ее ученица Дарина Лайпанова. Вас благодарю за то, что вы были с нами. Еще раз всех учителей, всех педагогов и наставников с профессиональным праздником. Будьте здоровы, будьте счастливы и оставайтесь с нами на канале России. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова